ПЕСНЯ 14 октября, в день покрова Божьей Матери, православные христиане вспоминают чудо, которое произошло в Константинополе в 910 году. Божья Матерь распростерла свой амофор над людьми, что стало знаком заступничества и утешения. Этот праздник напоминает нам о том, что мы являемся наследниками богатейшей духовной культуры и традиции, которые живут в нашем народе. Это празднование, прославление Пресвятой Богородицы напоминает нам, что мы должны стремиться к единству. Мы должны быть едины в стремлении построить нашу жизнь, жизнь наших детей на разумных, добрых и по-настоящему духовных началах. Одним из таких начал является благодарность. В этот день, 14 октября, мы благодарим Пресвятую Богородицу за ее помощь. Издавна повелось, что для верующего человека все, что связано с Божьей Матерью, приносит великую радость. Пусть радость сегодняшнего праздника как можно дольше сохраняется в наших душах и в наших сердцах. Сохранить ее поможет сама Пресвятая Дева Мария. Праздник Покрова стал в России одним из самых любимых. В честь него писали иконы и строили храмы. Один из самых древних и красивых – Покрова на Нерли. Его возвел святой князь Андрей Боголюбский. По одной из версий, именно он распространил на Руси традицию празднования Покрова Богородицы. Есть своя традиция, связанная с этим праздником, и у Волгоградского казачьего театра. Каждый театральный сезон к этому дню мы готовим специальную творческую программу. Это наша традиция, это наше естество, это наше предназначение. В этот день мы рассказываем нашим зрителям об этом удивительном празднике. Мы поем песни, которые пели наши деды и прадеды. Мы рассказываем историю нашей Родины, нашей области, историю нашей веры. Торжественное празднование Покрова Божьей Матери в стенах театра началось с проповеди про Таирея Алексея Кузнецова. Он напомнил зрителям, что Богородица в каждом человеке ищет неповрежденное духовное начало и ждет от нас, что мы, как и она, будем стремиться к праведной жизни. Когда мы видим чужую боль, чужое несчастье, мы должны помогать людям, чтобы не быть источниками зла, зависти, а чтобы стать источниками любви и блага для тех людей, которые нас окружают. После совместного исполнения зрителями и артистами тропаря Покрова Божьей Матери, солисты ансамбля «Станишники» в песнях и стихах рассказали о непростой жизни казаков, о традициях, обычаях, горестях и радостях. Зрители уносили с собой с концерта не только хорошее настроение и приятные воспоминания, но и теплоту в сердце и гармонию в душе. Нам это очень близко, нам это очень интересно. Очень нам все понравилось. Очень понравилось, да. Голоса вообще шикарные. Очень все красиво, очень все понятно. Очень понравилось. Ты в «Станице» побывал. Просто супер. Получили колоссальное просто удовольствие. Как будто какой-то бальзам на душе пролился. Вот, честное слово, за сердце тронули. Спасибо огромное артистам всем. Спасибо за репертуар подобранный, за такое великолепное начало этого концерта. Просто тронутые до глубины души. Вырученные за концерт деньги администрация театра направит на помощь военнослужащим и добровольцам, принимающим участие в специальной военной операции. Марина Романова, Мария Мандрыкина, телеканал «Волгоград-1».